друзья всем привет в этом ролике расскажу о проблемках возникших с эксплуатацией моих расъемной машины нт 600 а и о так скажем техническом обслуживании который я провел в данный момент за одно моменты будут те на которые стоит обратить внимание если вы решите приобрести эту технику и сразу проверить то что я покажу в этом ролике приятного просмотра так друзья дошли руки наконец-то до осмотра машинки наши пера съемный после полутора лет эксплуатации значит возникла проблема какая запуск не запускается в общем пока рукой барабан не прокручу но с той стороны за пальцы мотор мотору не хватает как бы мощности чтобы провернуть диск вот с пальцами нижний вот значит предположение какие были но предположение что конденсаторы и вышли из строя тут два конденсатора как я понимаю вот я сейчас их попробую посмотреть значит открыть хотя бы маркировку там какая емкость у них чтобы в запас иметь и по возможности поменять сейчас я пользуюсь пера съемкой стартую в ручном режиме до проворачиваю диск нижний и одновременно включая кнопку и тогда машинка запускается мне показалось что вращение барабана стала как-то потуже что ли вот в общем сейчас я снял вот эти вот опоры посмотрел состояние подшипников но подшипники дешевые китайские болтаются но в общем я их помазал просто заложил туда летом смазку они такие уже были суховаты вот ну посмотрим в общем любом случае это полезное мероприятие вот по обслуживанию пера съемки так сейчас я буду пытаться добраться до мотора этого попробую вот эту стенку снять не знаю получится или нет я обратил внимание что смотрите вот здесь провода на 1 конденсатор идут через специальное отверстие а провода на второй конденсатор зажата крышкой видите прямо на корпус возможно что у меня по этой причине срабатывает узо периодически когда я где-то во второй стадии работы с птицей там когда уже влажность повышается отрабатывает узо и выключается короче может быть отсюда утечка идет в любом случае вот эту ситуацию надо будет исправить и нормально протянуть провода в эту коробку я так понимаю что там контактные просто разъемы идущий на этот мотор вот ну сейчас в общем буду пытаться добраться до него итак друзья оказывается вот это вот панелька она легко снимается и мы имеем доступ вот к этому мотору принципе можно было наверное но хотя нет для подшипников мне это крышка не помогла бы они с той стороны находится поэтому я помазал их снизу вот смотрите что мы здесь видим какие показывал уже вот от технологическое отверстие для провода до с этой стороны вот здесь есть технологическое такое отверстие для ввода вот этого кабеля я так понимаю что он сюда должен заходить но он заходит вот частично видите в другое отверстие а частично он просто зажат крышкой но это ладно как бы а вот здесь вообще так жестко не знаю видно вам нет приезжали провода вот этой крышкой это не дело вот возможно из-за этого у меня не срабатывает диф автомат мой периодически когда влажность повышается что-то может быть утекает через эти провода на корпус вот любом случае сейчас будем снимать смотреть насколько здесь изоляция повреждена и заводить как положено вот так наверно здесь этот провод сюда заведем а этот провод через это отверстие вот и заодно я уж раз снял сфотографирую характеристики двигателя самого и характеристики вот этого конденсатора чтобы иметь в запасе конденсатор один или два посмотрим так ну вот тут довольно таки серьезно пережаты провода вот эти вот но но вроде как целы не знаю чего оставлять их в покое наверно да наверно оставлю попробую вот так вот сейчас завести а этот провод вот отсюда заведем так вот такой конденсатор такая маркировка может кому-то надо будет так вот завели мы провода как положено все закрепили собрали обратно вот но на самом деле это мой косяк конечно надо было изначально посмотреть как здесь что собрано когда я ее разбирал сальник устанавливал заново там общем все герметизировал что-то я как-то не заглянул сюда даже вот ну надеюсь что теперь ну нет что надеяться наверное конденсатор все равно по цели их менять надо но посмотрим может хотя бы дипавтомат не будет вышибать из-за того что я убрал провода от корпуса то есть они мне на массу теперь не текут но я думаю что из-за этого вышибала кстати говоря еще я сделал заземление сейчас покажу пока пиросъемку отодвинул могу вам показать место куда я подсоединил заземляющий провод вот специальный болт с наклеечкой а на улице я как бы не заморачивался я просто закрепил его этот провод вот сюда на металлический столб фундамента вот через кровельный саморез второй провод заземляющий идет наш парчан сделать это очень желательно я бы сказал даже необходимо так как все-таки помещение влажное вот и до того как я сделал заземление меня пощипывала и машинка пиросъемная и особенно шпарчан сейчас без проблем все нормально так поставили машинку на место давайте посмотрим что изменилось или нет у нас так розетка включена дипавтомат включен так ну затык на старте все равно присутствует не такой конечно она хотя бы запускается вращение кстати стало полегче мне кажется из-за того что я подшипники смазал по всей видимости так ну ка еще раз не стартует все равно вяло короче говоря по хорошему надо конденсатор хотя бы один попробовать поменять может быть с большей емкостью поставить один не знаю посмотрим вот но пока по крайней мере я спокоен что сделал ревизию какую-то техобслуживание виде смазки подшипников и исправление косяков китайцев в плане неправильной установки проводов там да вот будем надеяться что это нам поможет и дифавтомат у нас срабатывать перестанет все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки и дизлайки пишите комментарии всем пока